Всем привет! Сейчас включат волшебную кнопочку, которая означает интернет-трансляцию этого концерта. Потому что весь мир, который не доехал до нас, может его посмотреть. Но я смотрю, что вы доехали, это прекрасно. И, в общем, мы открываем наш Прок Дэй в достаточно хорошем кворуму. Спасибо! Поздоровали всех с первым снегом и с последним в этом году Прок Дэем. Потому что в декабре там начинается уже в этом клубе джазовые елки. То есть прогресса здесь не будет, но все продолжится в январе. И несколько слов по поводу того, что ждет вас сегодня. Мы на этот раз обе группы участниц Прок Дэя не московские. Это Happy 55 из Воронежа и Роза Италия из Санкт-Петербурга. Я про них писал во множестве анонсов. Я думаю, что, скорее всего, вы их читали. Но если вы не читали, то музыка, наверное, скажет за них сама, за себя. По крайней мере, я очень внутренне доволен тем, какой сегодня получится концерт. Это очень сильные и самобытные интересные команды, которые, мне кажется, могут вполне представлять нашу страну когда-нибудь и за рубежом. То есть, как небольшой флешбек, мы в сентябре были на фестивале Рио, Rock in the Position во Франции. И там играли команды высочайшего прекрасного уровня. И, в общем, и Happy 55 развитались в это число бы, по моим ощущениям, писались бы очень даже хорошо. И, кстати, со стороны тамошних лейблов и организаторов всегда есть большой такой вопрос. А что есть в России хорошего? Подскажите ещё что-нибудь. Они, например, издают замечательную команду Rational Diet из Белоруссии и ещё-то другие. Так что мне эта мысль, которая периодически бывает в голове, что надо всех как-то свести друг с другом, познакомить и навести мосты. Я думаю, что сейчас тоже какое-то количество мостов наведётся, потому что москвичи познакомятся с группами из других городов. Группа из других городов там оставит какой-то след в ваших сердцах, и, в общем, всё будет дальше хорошо и интересно. И ещё про группы из других городов. Вот та прекрасная музыка, которая звучала только что из динамиков, это астраханская группа Леска со свежим альбомом Дрога. Они приезжали сюда с концертами на прошлой неделе. Я их нежно люблю. Они, к сожалению, по вторникам приезжать не могут. Они могут только по выходным. Ну, в общем, это одни из таких прекрасных талантов, которые наша земля вырастила. Другие таланты — это Happy 55. И, к слову сказать, у нас есть диски. У нас есть свежий студийный альбом Happy 55 «Волшебное слово». Мы его рецензировали. Вот на сайте есть свежая рецензия. Она очень полна восторгов. Я к этим восторгу присоединяюсь. Ну, вы сейчас сами всё услышите. Надеюсь, что вас это заинтересует. И прошлогодний альбом «Развиталис», с которым, может быть, вы уже знакомы, может быть, нет. Ну, тоже смотрите, интересуйтесь. Всё это у нас есть. Ну, и напоследок я представляю журнал «Инрок». Я главный редактор. Опять же, скорее всего, все это знают. Но поскольку сегодня у меня совершенно вылетело из головы взять наш прекрасный баннер, то вы его можете себе представить в своём воображении, а журнал вот он у нас с собой. Подходите, покупайте. Ну, и прежде чем мы начнём, хочу ещё немножко извиниться перед тем, кто пришёл в 7 вечера, потому что на встрече в Фейсбуке было написано 7, а не полвосьмого, и тем более не 8, как сейчас. Поэтому, сори, но надеюсь, что вы провели время спорта. Тём, приветствуйте группу «Хэппи-55». Здравствуйте, дорогие друзья. Наше название, в общем-то, вполне отражает те чувства, которые мы сейчас испытываем, находясь на этой сцене и видят такое количество подготовленной и счастливой, как и мы, от пребывания здесь, в публике. В общем-то, градус счастья у нас повышен теперь, как, в общем-то, и градус волнения. Мы надеемся, что вся музыка, которая прозвучит, доставит вам удовольствие, наткнёт на какие-то мысли, какие-то переживания, чувства. Возможно, вы испытаете то же самое, что и мы. Почти вся программа, которая сейчас прозвучит, есть на диске «Волшебное слово». Добавить, в общем-то, нечего. Я хотел только сказать, что мы очень любим русскую музыку и гордимся тем, что мы русские музыканты, всячески этим вдохновляемся. И, соответственно, название произведения тоже носит такой сказочный русский характер. Спасибо. Первая пьеса носит название «Котофей». «Ктофей» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Практически раньше, чем я успел даже об этом поднять. Молодцы! И еще, прежде чем вы услышите наших прекрасных друзей, хочу сказать о том, в общем-то, шанрообразующем вкладе, который вносит прекрасный человек Иван Возмаинский. Он спрятался в развитии прогрессив рукого движения в Санкт-Петербурге. Он организовал там совершенно безумное количество разных интересных концертов, фестивалей. Он приглашал группы из Москвы, из Минска, из Турку, вот мне подсказывают, в Финляндии. То есть из Загриба в Хорватии. Правда, хорваты там чуть не остались в Петербурге навсегда, но это уже другая история, которую мы, кстати, рассказывали в «Инроке» в номере 6 за прошлый год. Там была большая история «Розвиталис», и я, собственно, отправляю вас к этому журналу, если у нас есть, и к сайту «Инроке», на котором мы интернет-версию этого текста доложили совсем недавно. Читайте «Розвиталис» группу с большой историей. Очень многое в этой истории происходило. Были совершенно разные составы, там от трио до, как мы сейчас видим, семи человек. Как это называется? Септета. И как будет звучать «Розвиталис» в Септете, я сам пока не представляю. Это будет программа частично новая. Кстати, ее можно слышать на одном из опишал-бутликов, которые группа тут представила, принесла нам на наш столик с мерчем. Также у нас еще осталось немножко дисков. Кэби-55 и довольно большой ассортимент группы «Розвиталис». Как проходить это в процессе или когда послушаете. И надеюсь, что музыка группы, которая, как она сейчас, все меняется, и что музыка группы, как она сейчас, она вас впечатлит. И мы, в общем, в очередной раз насладимся группой. Потому что хочется еще сказать, что, несмотря на то, что это инструменталы, за всеми ними кроется глубокий, большой, хороший смысл, о котором, может быть, вам Иван расскажет. Так что, приветствуйте «Розвиталис». АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Нам очень приятно быть здесь. Мы здесь уже второй раз выступаем. Это огромная ответственность. Очень чистый звук. Группа, которая играла до нас, заставила нас поволноваться. Такими музыкантами играть и руки трясутся. Мы очень благодарны Владимиру Миловидову и Елене Савицке за журнал «Инрок», за то, что они делают проб в России, за то, что нас пригласили. Хотя долгое время нас погоняли из мира, пробовали, а не у нас в двери, а мы в окно. Все-таки мы пробовали. Следующая композиция называется «Не по самому элсу». Это для особо самодостаточных людей, которые иногда хочется оказаться рядом с кем-то. «Инрок» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Для меня это полярное лето петербургское, солнце не заходит за горизонт, а потом также абсолютно местное явление Mother of all rain. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. Время рассказать, кто у нас в коллективе есть. Про ученого я уже рассказал. У нас есть кандидат экономических наук, преподаватель экономики. Есть один банкир, есть один профессиональный психиатр, есть кузнец. Есть профессиональный спортсмен, есть один художник. У нас есть один басист, он у нас на трубе играет. Ну что же, о чем вы думаете? What are you thinking about? What are you thinking about? Что? 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо, и все приняли. Молодцы, молодцы, молодцы! Диски покупайте. Присоединяюсь к этому предложению. Покупайте свои диски, журналы. Еще немножко дисков 55 осталось. А у Розвитаря станут практически половины дискографии. Не, диски это где-то в другом месте. И следующее наше сборище состоится в январе, последний вторник января здесь же. Уже известна одна группа участниц. Это группа «Сигал» и гитаристка Елена Сигалова. Вторую пока мы сейчас не обсуждаем. Я думаю, что получится кое-что интересное. Спасибо, что пришли. Что прорвались сквозь снегопады. И все такое на свете. Мне кажется, сегодня вечер получился у нас очень душевный и хороший. Спасибо. 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 Спасибо.